Ущипните нас! Это что, новый республиканский ганшип от Лего? В цветах Карусанской Гвардии? Да еще за невменяемые 140 долларов? Так, спокойно. Сейчас вместе во всем разберемся. Обязательно сравним со старыми наборами и решим, брать или все-таки не брать. Если вы каким-то образом пропустили анонс набора, быстро напомним. На прошедшей неделе в сети появились сперва утечки, а потом и официальные каталожные изображения новинки Лего Звездные Войны ганшипа Карусанской Гвардии. Набор планируют продавать по 140 долларов или по 150 евро. А состоит он из 1083 деталей. Старт продаж назначен на 1 сентября. Чтобы разобраться с новинкой, давайте-ка вспомним предыдущие ганшипы. Самый первый мы увидели аж 21 год назад. Второй последовал в 2008. А самый свежий вышел аж 10 лет назад. Как раз с последним и сравним новинку. Так будет проще понять, как изменились наборы Лего за последнее десятилетие. Начнем с основных цифр. Да, предыдущая версия стоила всего 120 долларов против 140 за новинку этого года. Но если учесть инфляцию за 10 лет, то сегодня оба набора продавались бы примерно по одинаковой цене. И хотя в старой версии деталей было на сотню больше, сегодня он уступает новинке элементарно в силу своей раритетности. За предыдущую версию в новой запечатанной коробке придется выложить не меньше 450 долларов. Доступность решает, и новинка получает балл. А вот с размерами моделей все довольно грустно. По крайней мере, для новинки. Нет, вам не показалось. Карусанской гвардии достался более скромный по габаритам транспорт. Кроме шуток, Лего поймало весьма печальный для фанатов тренд. Переиздания старых, любимых нами наборов превращают в игрушечные копии. Моделей становится меньше, функционал урезают, а детализации спасают разве что новые детали. Спасибо дизайнерам, что хотя бы тут не стали портить впечатление бесконечными наклейками. В общем, эмоция от новинки сильно испортила игрушечность. Балл в пользу старой версии. Поругали новинку, теперь будем признаваться в любви к ней. Но не к самому кораблю, а к мини-фигуркам. Тут дизайнеры попали в десятку. Посудите сами. Командер Фокс – самая долгожданная фигурка этого года. Да еще в каком исполнении? Карусанские клоны. Ну как можно пропустить их сейчас, спустя аж 9 лет после предыдущего сета? А Палпатин и Падме так вообще одни из лучших версий самих себя среди всех наборов серии. За фигурки даем новинке еще один балл. Кстати, поделитесь в комментариях, а каких персонажей вы бы добавили в этот набор? И помните, ни слова про Рекса. Но знаете, за что нам полюбилась новинка больше всего? За свой цвет. Честное слово, мы бы не выдержали еще один черный, серый или белый звездолет из «Звездных войн». Наконец-то на полку можно поставить модель, которая будет цеплять взгляд и радовать хотя бы цветом. Жирный плюс дизайнерам за отличный выбор прототипа. А набору – финальный балл в этой импровизированной дуэли. Одним словом, выбора особо-то и нет. Новинку брать нужно. Да, дорого. Да, не так впечатляет размерами. Да и вышло не так мощно и элегантно, как 10 лет назад. Но компенсируем недостатки классными фигурками и свежим дизайном. Если мы вас не убедили, расскажите в комментариях, чем вас огорчил новый сет. Подписывайся на «Рарри Брик». У нас только желанные новинки.